Воспитанники клуба «Звездный вальс» неизменно завоевывают первые места на самых престижных танцевальных конкурсах и соревнованиях. В прошлом году они уже стали чемпионами Москвы и России в направлении «Формейшн». И вот новые победы. Мы когда в прошлом году выиграли Москву, Россию, поняли, что это все круто, но очень сложно. И мы по осени решили, что мы никогда к этому не вернемся, будем заниматься только своей историей танцев. Но вот буквально месяца полтора назад мы принимаем решение, что мы все-таки должны еще раз попробовать, потому что у нас есть мечта, попасть на чемпионат Европы. Было тяжело, каникул почти не было. С раннего утра до вечера были тренировки. В первенстве Москвы по танцевальному спорту участвовали три команды «Звездного вальса» – дети, юниоры и молодежь. А на чемпионате защищали честь муниципалитета взрослые. Самые маленькие танцоры выступили с уже отработанной в прошлом году, правда, другой командой – постановкой в мире животных. А вот для остальных хореографы «Звездного вальса» создали совершенно новые танцевальные программы. Те дети, которые были в том году, они стали чемпионами России, они уже выросли, и они уже перешли в категорию юниоры. И мы на них сделали новую постановку, которая называется «Гаджетомания». Это как раз история сейчас этого возраста, когда в гаджетах, все в телефонах, и мы как раз на злобу дня. Мы подростки, мы же все время сидим в телефонах, мы от них не отлипаем, и поэтому сюжету была создана эта информация. Для молодежной и взрослой команд хореографы «Звездного вальса» создали постановку Анны Каренина. Чтобы ребята прониклись в драматургию этой любовной истории, все вместе съездили на одноименный мюзикл. Когда мы ехали обратно, мы прям вместе все в таком впечатлении ехали, и я думаю, кто же это мог поставить такую хореографию? Я нашел в интернете хореограф-постановщика Анны Карениной, ее зовут Ирина Корнеева. Мы ей позвонили, пригласили, и она с нами работала. Кстати, в команде взрослых и педагоги «Звездного вальса» – танцора международного класса. Давид Егещан вернулся в родной клуб спустя два с половиной года. Меня оттерзали большие сомнения, стоит ли. Раньше я танцевал достаточно хорошо и успешно продвигался, продвигал свою карьеру танцора. И был такой некий страх. Благо у меня есть друзья и семья, которые меня поддерживали в этот такой нелегкий период для меня. Поэтому я решил вернуться и ни о чем не жалею. Несмотря на довольно серьезную конкуренцию, все команды «Звездного вальса» стали победителями. На тренировках это наилучший танец, на соревнованиях про танец немножко хуже, потому что накладывается волнение, накладывается переживание. Но детская команда на соревнованиях стала еще лучше, чем даже на последней репетиции в зале. Это было для нас приятным удивлением. Лениоры были более опытная команда, у них была более сложная хореография. Сейчас ребята уже начали подготовку к чемпионату России, который пройдет в Москве 27 марта. В случае победы взрослая команда «Звездного вальса» отправится защищать честь России на чемпионат Европы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.